Бюджет направлен на социальные нужды жителей Риги. Итого на социальные нужды утверждено 68 миллионов латов. На жилье, которое каждый год строится, в этом году будет построено 3 социальных дома в Эймонте и 1 в Эцмилградисе. Там реконструкция. В общей сложности жители Риги получат 700 новых квартир, но большинство из них будет социальной. Потому что это говорит о том, что народ стал беднее жить и он уже не в состоянии оплачивать квартиру. А социальные квартиры, там практически одна комната квартира, человек платит, неважно там мать с ребенком или один пенсионер или два пенсионера, 7 латов в месяц за коммунальные услуги. Таким образом ему не надо доплачивать. Но, однако, Рижская дума еще доплачивает тем жителям, у которых доход меньше 90 латов в месяц. Значит, Рижская дума доплачивает. Каждой семье, ну, безусловно, в основном это малоимущие. Каждый год мы строим, а очередь, жилье получает где-то в пределах 8000 квартир в год, но очередь, казалось бы, не уменьшается. Но, однако, как говорит народ, все время новый. Мы выделяем квартиры, а на очередь становятся новые. Почему? Потому что доход у них понижается, потому что на очередь, на квартиру можно стать только из хозяйских домов. Только тогда, когда на одного члена семьи получается не более 200 латов. И вот таким вот образом люди много безработных, значит, пенсии малые. И вот таким образом очередь поддерживается порядка 6000. Мы с прошлого года делали большое дело вот этим детей в детские садики. Потому что садиков не хватает. В свое время перестроечные все эти детские садики превратили в офисы, продали там из школы. Ну, различные, как говорят, мероприятия. А когда хватились сейчас, что детей некуда отправлять. Так вот, Рижская дума в прошлом году построила в Курцамсе на 120 мест детский садик. В этом году начнет строить на 200 мест на Таллина. Улица Таллинас, тоже детский садик. Так вот, как-то разрядить эту ситуацию. Рижская дума платит, если вот самоуправление нет места, Рижская дума договаривается с частными садиками. Каждому ребенку платят по 93 латов в месяц. Таким образом, мы эту немножко напряженность сняли. Ну, единственное, что там в каждом этом частном садике должна быть группа. По одному это денежки потеряются. А так, знаем, что в таком-то садике одна или две группы, они с удовольствием набирают. Мы платим, как говорят, но они там что-то еще доплачивают. А Рижская дума вот таким образом. Много работ проводит Рижская дума по ремонту школ. Как внутренних, так и внешних. Практически уже в 2012 году во всех школах Риги поменяли окна, двери и отопление. И в 2012 году еще одна школа была, отапливалась, как говорят, кочегаркой. Сейчас в Риге ни одной школы нет, чтобы она оплачивалась кочегаркой. Все центральное отопление. Фасады ремонтируют, стадионы, небольшие стадионы, где хоть детям можно летом в футбол поиграть, а зимой залить каток. Это где-то уже 38. Но в прошлом году три стадиона построили, которые отвечают всем требованиям ФС Европы. Так что это тоже, как говорят, идет. Ну, по транспорту. Значит, ну все знают, что, как говорят, бесплатно ездят. Все школьники с прошлого года начали. С сентября прошлого года ездить бесплатно. Вплоть до 2012 года пенсионеры неработающие. Не ремонтировались межквартальные, ну, в течение 20 лет, которые, как говорят, от Латы получила независимость. Значит, обычно выделяли по 500 миллионов виноватых, по 500 тысяч. Значит, а в этом, в прошлом году, и вот на этот год, уже 4 миллиона на только межквартальные, не говоря о эти основные улицы. Так что в этом году начались плявники и футсенс. В следующем году начнут Зебникалс, Кенгаракс через год, и тогда уже им это самое последнее. Практически улицы, да, улицы будут межквартальные, проведены более-менее в божеский вид. Ну, Рижская дума еще вот хорошее дело делает, ну, так называемый променад Кенгаракси. Если кто-то был, то можно посмотреть вдоль Долгавы, там можно на велосипедах, родители, бабушки с детьми там хорошо гуляют, деревья заасфальтированы все. Ну, еще пока до конца не дошло. Значит, где-то там на улице Кенгарага, в том районе только дошли, а в принципе оно будет доведено до Риги, до центра Риги, центрального базара. Хотя в этом году, в 2012 году начали уже с этой стороны, и вот где спикеры эти начали делать от железнодорожного моста и до конца, до островного моста. В этом году, в 2013 году этот променад будет сделан. Там будут спикеры зданий, которые там будут развлекательные магазины, кафе и так далее. Значит, народ будет, как говорит, ну, приехать вечерком, особенно когда погода хорошая, погулять и отдохнуть. Вот эти дела. Ну, и самая, как говорит Рижская дума, в этом году закончит этот мост, который, последний, южный мост, который вот в течение четырех лет правительство не давало нам, Рижской думе, обратиться, вернее, получить деньги европейские. Там 17 миллионов не хватает. Значит, Рижская дума сама заняла государственные кассы. В этом году 7 миллионов, в прошлом году 7 миллионов мы уже потратили. И в этом 2013 году, значит, 10 миллионов. И к октябрю месяцу этого года мост будет введен. Если сказать вот так, по такому расчету, что когда вот правобережный мост построили, то на 20 процентов пробки меньше стали в Риге. А вот когда ведут его последние, с левосторонние, значит, на левом берегу Долгавы, тогда, ну, подсчетом не знать, но значительно сократятся пробки, потому что не надо будет ехать через мост, потому что там с левой стороны не было развязки. Это надо тоже подчеркнуть, что Рижская дума, когда только пришла, как говорят, к руководству в городе Риге, то мы, Рижская дума начала по 50 латов платить педагогам ежемесячно. В этом году продолжаем это то же самое. Да, правда, и учителям в прошлом году, и полиция самоуправления тоже по 50 латов, а в этом году уже будет, это же сохраняется, и плюс еще учителям дошкольных детских всех учреждений по 25 латов. Субтитры создавал DimaTorzok